Здравствуйте, дорогие мои друзья! Как вы думаете, вот почему некоторые, так сказать, христианские святые, монахи, подвижники, ну, даже не они, а, к примеру, некие сказочные вампиры, колдуны, тоже почему-то они в какое-то время начинали практики с землей. И даже вот у себя в келье, к примеру, некоторые монахи спали в гробах. Просто приносили, вот сказать, гроб или какой-то ящик и использовали его вместо кровати. Ну, наверное, не просто так. Наверное, это были практики, друзья мои. И действительно, практика работы, так сказать, ну, на прямом смысле с гробом, либо с какими-то, так сказать, энергиями земли, потому что, ну, абсолютно без этих практик, ну, нету некого развития и понимания этих энергий. Да, поэтому сегодня, ну, я бы сказал, такая знакомительная вещь с этими практиками, так сказать, работа действительно с энергией, с мертвой энергией. Хотя сейчас я не нахожусь, так сказать, в прямом гробу. Хотя, знаете, у каждого колдуна настоящего должен быть гроб и не один. Как помните, ну, даже плохие, то есть мы говорили с вами о подвижниках, а, к примеру, так, плохиши, то есть Дракула, колдуны, они тоже любили это. Ну, не то, что любили, потому что приятного в этом мало, если понимать это, как говорится. И, ну, да, видите, мысль не идет, потому что здесь охватывают другие энергии. Поэтому уж извините меня за некое косноязычие и, конечно, дефекты изображения. Потому что любой колдун настоящий должен работать землей. Тибетские мастера часто закрывались в пещерах. Шаманы Африки тоже делали земляные гробы, земляные ящики. Шаманы Мексики, Южной Америки также практиковали вот эти практики с землей. Некие помещения, пещеры, либо действительно сделаны некоторые, так сказать, ящики. Может быть, такие мини-шалаши тоже у земли. Много этих практик, и они очень действенны. Их можно применять в разных ситуациях. Но, в частности, они подходят и для темных, и для белых. То есть темный колдун, вампир, какой-то Дракул, он тоже же ездил со своей землей и со своим гробом. И без него как бы, ну, и силы не было. Ну, у светлых сил больше. Но практики работы, вот так сказать, вот с этими, ну, несколько страшными для нас, нашего понимания вещами, они тоже... Сейчас я нахожусь, так сказать, не в гробу, друзья мои, чтобы не пугать вас. А это некий снежный гроб. То есть это работа больше не с землей, а с энергией вот этой твердой воды, с энергией снега. Тоже немножко отличается техника земли и техника вот снежных таких, ну, захоронений. И сейчас, конечно, это дело недолгое, потому что, на самом деле, минимальная практика, ну, занимает не менее двух часов. В идеале это должно быть часов шесть. То есть, в принципе, надо для получения хорошего эффекта провести в таком месте, ну, не менее шести часов, чтобы проделать по-настоящему сильные методики, чтобы очистить себя. Я применяю их для того, чтобы немножко восстановить здоровье и скинуть чужое колдовство и подключение. Потому что без этого часто настолько много налипает, естественно, друзья мои, в некой публичности моих выступлений очень много колдунов, да и просто людей с негативом, которые пытаются каким-то образом уязвить меня. Ну, вот, часто с помощью работы, так сказать, захоронения, вот, в том числе и в снежном, так сказать, гробу, я сбрасываю это все, ну, и оболожу и даю себе здоровье. Ну, было бы, было бы возможность. Помните, так сказать, летом, когда меня подловили вот с этой, с этой болезнью, я не успел сделать эту вещь. Не успел, потому что был нанесен удар и по моим близким, и чтобы защитить их, я не сумел, вот, мне не хватило буквально шести часов, шести часов, чтобы пройти это. Ну, ловко, ловко подловили меня. Ну, когда есть возможность, а сейчас действительно были нанесены достаточно серьезные удары, и этой ночью я проделаю эту практику. Сейчас это я, так сказать, пробно подготовил здесь себе эту могилу. Друзья мои, практика сложная, хотя техники, я скажу вам, вот, все эти техники работы с землей, я скажу. Но самостоятельно ни в коем случае не проделывайте это, потому что это чревато. Если у вас уже много подключек, неважное здоровье, то это может наоборот вызвать, то есть вот эта грязь проснется у вас и может даже и погубить. Поэтому ни в коем случае не делайте, пока не очистили себя. Не осознали, не проделали эти практики не в боевых условиях, а лежа у себя в кровати, к примеру. Да, вот это вот важный фактор, лежа у себя в кровати. Тогда это будет, когда вы освоите энергетически, тогда уже можно приступать, вот, действительно, так сказать, реальным боевым действием. Ни в коем случае, потому что это может быть чревато. Вы можете сделать это неправильно, потому что, войтя вы в состояние, вы можете реально провалиться в нижние миры, слишком далеко, чтобы вернуться оттуда. И в том числе и физически задохнуться, потому что часто вы не можете сделать нормально. Не осознаете, какая нужна вентиляция, и быстро воздух кончается, а в медитативном состоянии вы просто можете как бы уснуть и не проснуться. Поэтому, друзья мои, серьезные вещи не предпринимайте. Это пока полностью не освоили эти методики. Поэтому, ну, будем, ну, возможно, возможно, для некоторых из вас эти практики мы будем делать. Ну, а сейчас, друзья мои, просто такая предварительная все эти медитативные техники, ну, если вам они будут интересны, мы с вами пройдем. Как со снегом, потому что сейчас, сейчас лучше работать именно со снегом, так, так и с землей, так и работа с пещерами. Это сильная, настоящая, настоящая, мощная, сильная древняя магия. Все, дорогие мои, пока выключаю фонарь, ну, и вылезаю, так сказать, из этой, из этой снежной могилы. Пока.